Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами посмотрим шестой этап Tour de Zwift, Road to Sky и начнется он с пролога на 16 километров с двумя небольшими горами. Соответственно, после того, как ребята доедут до большой горы, начнется самое интересное и разборки горняков в подъем. Это мы с вами обязательно увидим. Где-то через 20-21 минуту после старта гонки. Сейчас немного о самой гонке расскажу. У нас, к сожалению, сейчас непонятно еще пока сколько человек едет из России, но мы постараемся за всеми за ними уследить. С нами едет сегодня Паша Ерыгин. Айдар Закарин и, возможно, Эльнур Закарин под ником будет... Сейчас мы его увидим под ником Ибрагимов. Думаю, что будет очень интересно и мы надеемся на ком в гору в исполнении Эльнура или в исполнении Айдара. Тут как повезет. Пока на старте 975 человек. 54 секунды до старта. Посмотрим, будут ли дергать в самом начале. Но, скорее всего, будут. Напоминаю, что сейчас будет совсем маленький подъем на где-то минуту с небольшим, на полторы минуты. После старта, буквально через 700 метров, он начнется. И, в основном, просев будет первый именно там. После чего сформируется группа, которая будет ехать уже до подъема непосредственно на Zwift.com до поворота на джангл. Это будет подъем примерно на километр с протяженностью, со средним градиентом в районе 7%. Это будет вторая точка просева, ребят. И дальше уже та группа, которая доедет до верха этого второго подъема, будет спускаться и наращивать преимущество. Итак, смотрим. Старт. Сейчас мы попытаемся выбраться в самое начало пилотона и увидеть там разборки. По-моему, промелькнул сейчас вот Айдар у меня, но я точно не уверен. Много человек, конечно, тяжело выбрать своих, но я думаю, что они будут впереди, как наученные опытом ребята. Очень много народу. Ну, в принципе, вчера было больше, конечно, больше двух тысяч, когда был заезд, но сегодня тоже для 11 часов утра по Москве это очень много. сейчас тут небольшой из пандуса идет съезд и пока, ребята, вот мы видим только тех, которые едут очень спокойно, никак не можем выбраться вперед пилотона. надеюсь, мы успеем это сделать до того, как основной основная группа поедет вверх на первый просев, так сказать. Ну, здесь перестал показывать, кстати говоря, в самом начале он показывал всех участников гонки, я имею в виду визуально, а сейчас перестал и показывает впереди первые там 300-400 человек. Да, слушайте, очень тяжело выбраться, но я надеюсь, что мы скоро это сделаем. вот, кажется, мы начинаем видеть группу, которые едут уже не медленно, а достаточно быстро, но пока еще все условно, конечно. Вот этот первый подъем здесь будет достаточно приличный просев, сейчас мы попробуем слишком большое количество участников. Вот я вижу Егора Михайлова, он едет тут с нами, но он едет в достаточно расслабленном режиме, в районе 3-4 ватт на килограмм в эту гору. в этот уличный «Валяр» «На» 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 Продолжение следует... Так, к сожалению, первого подъема мы так и не увидели в исполнении первой группы. Растягивается пельтом достаточно сильно. Продолжение следует... Вот, кажется, мы добираемся до первой группы, уже практически добрались. Здесь встречаются российские райдеры в группе ближе к ее началу. Итак, вот она, глава группы. Наконец-то мы к ней добрались. Я, к сожалению, не вижу пока в ней Айдара и не вижу в ней Эльнура. Сейчас посмотрим. А, вот Айдар нашелся. Да, и Паша и Ерыгин сидят здесь вместе с ней. Но, судя по пульсу Захарина, они уже отдыхают. Сейчас на спуск едут. Паша вообще отдыхает спокойно совершенно. И знакомых имен, в принципе, не очень много людей. Вот, Вилсон. Вроде часто принимал участие. Да, вот он. Часто принимал участие в гонках группы А и в Кис и в остальных. А, вот и Масса. Судя по всему, это тот самый Роб Масса, с которым... А, вот и Ибрагимов. Все. Все здесь. Напоминаю, что под ником Ибрагимов едет у нас Эльнур Закарин. Все ребята усидели в первой группе. Все отлично. Да, вот он, Роб Масса. Соответственно, тоже находится в группе лидеров. И, наконец-то, сейчас мы подъедем ко второй горе. И здесь уже нам удастся все красиво и грамотно просмотреть, как кто будет дергать, атаковать и все в этом духе. Продолжение следует... Как группа эта будет ехать. Да, здесь отстающие группы уже вряд ли доберут ребят. Слишком далеко. Здесь на равнине, конечно, если вы усидели на равнине в первой группе, и при этом вы хорошо едете в гору, то без сомнений... То без сомнений вы в выгодном положении, потому что вы еще будете подниматься и наращивать свое преимущество. Обычно дергают в самом начале, на прологе, вот до этой горы, непосредственно самой большой. Ребята помассивнее, чем легкие горняки. Как раз с целью заставить работать горняков на равнине. Да, вторая группа примерно в 40 секундах от этой группы сидит. И это уже достаточно большой просвет. Если там нет горняков, то у них нет шансов уже догнать эту группу в горе. Группы немногочисленные, кстати говоря. Отъехало все в районе 20 человек, так на вскидку. В первый день массового заезда, там стартовало, правда, более 2000 участников, группа составляла 55 человек, та, которая отъехала. Посмотрим, как у нас масса себя чувствует. Интересно. На равнинке самое важное это находиться в середине группы, естественно. Ну, в принципе, как и в жизни, чтобы получить максимум драфта. Примерно звифт по механике точно так же устроен. Вы, когда находитесь в середине группы, крутите на 30-40%, даже местами меньше, чем те, кто находится впереди. Вот начинается сейчас первый короткий подъемчик. Такой более-менее, ну, как бы, подлиннее, чем первый, который был самый первый. В районе 6 ватт сейчас будут средних проходить этот подъем, я думаю. Ну да, вот некоторые дергают и посильнее. После этого подъемом будет еще тягунок небольшой в 3%, в 2-3% где-то на пару километров, и потом длинный-длинный спуск. Паша Ерыгин тоже сидит в группе. Ну да, в районе 5,7-6 ватт на килограмм идут ребята. Сейчас будет вот кусок, на мини-карте мы, кстати, видим отстающую группу, она реально до сих пор все еще в районе 40 секунд потеряла относительно головы пелетона. И вот, да, будет маленький кусочек, на котором обычно еще добавляют, он 13-9%. Здесь тоже небольшой просев, может быть, но совсем маленький уже. Обычно такой просев добирают потом в тягунок. Дальше на спуске, в принципе, если 1-2 человека выстрелят сейчас, то дальше на спуске их все равно съедят. То есть дергаться за ними смысла нет никакого. Если только вы сами не решили продернуть пелетон. Но на спуске, тут слишком длинный спуск, и группа едет сильно за 70 км в час. Одному нереально так ехать на спуске. Да, группа Шустер едет. Я думаю, что даже, возможно, это будет новый рекорд пролога. Паша Ерыгин едет спокойно. У него 160 пульс, это его нормальный пульс. Рабочий 155 даже сейчас. У Айдара закалено сейчас 176. И это тоже для него, в принципе, вполне рабочий пульс. Да, вот начинается тягунок после проезда зоны поворота к джангл кругу. И вот такой тягунок в 2% будет еще на протяжении полутора километров примерно, после чего будет спуск. Видимо, от группы... Посмотрим. Ну, в принципе, да, практически никто не вывалил. Небольшие тут 3-4 человека. А предыдущая группа... Да, вот она проигрывает в районе 40 секунд впереди идущим ребятам. И думаю, что, кстати говоря, они соединятся в начале горы. По крайней мере, часть из второй группы горняков может переложиться в эту группу. Вверх, когда вы едете, сейчас будут достаточно высокие скорости. Я имею в виду вверх по уже непосредственно горе Аэро Тускай, которая... Тоже неплохо бы ехать в группе, потому что на 20 километрах в час, а там местами есть выполажения, на которых можно ехать и 24, и 25. Тоже работает драфт, и это добавляет вам драгоценные секунды в гору. То есть, если вы уверены в своих силах и можете солировать, то все равно делать это лучше во второй половине горы. Ну, конечно, имеет смысл по самочувствию ориентироваться. Но в целом, чтобы сэкономить силы, лучше с кем-то ехать, хотя бы с одним или с двумя людьми. Это будет работать на вас, давать секунды. Очень интересно увидим мы сегодня в исполнении Ленуры Ком. На этой горе или нет. Ком у нас сейчас 35 минут 20 секунд, по-моему. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... на спуске отдыхает пока ребята и готовят ноги горе тут будет несколько положений на которых можно чуть-чуть поработать но они все не критичные масса едет у меня тоже пульс 140 он отдыхает до группа очень маленькая на самом деле но едут очень быстро конечно подозреваю это будет время мень чуть менее 20 минут все таки на равнинке когда такие положения или короткие торчки на таких скоростях главное тоже не ну то есть надо включаться и главное не выпасть из группы потому что потом чтобы добрать на такой скорости нужно будет работать очень серьезно и очень прилично потратитесь сейчас для всех конечно главное сохранить ногу на подъем как-то привести себя в чувство после первых двух коротких подъемов которые работали более 6 килограмм я конечно не думаю что это касается ильнура потому что он легко мне кажется должен преодолевать такие трудности впрочем как и айдар и я думаю посмотрим как долго сидит паша юридин он вчера правда про они все на самом деле вчера проехали норсман эта гонка примерно по этому же маршруту но айдар и ильнур ехать точнее айдар ехал спокойно достаточно и в принципе паша тоже не очень упирался но саму гору паша проехал как он говорит очень жестоко и сегодня ему будет очень тяжело то есть в самой горе паша тогда говорил что ехал все 40 минут как обычно ездит 7 минут так смотрим через чуть менее километра а нет чуть более километра осталось до начала подъема все-таки время они покажут видимо хуже немножко чем лучшее время пролога итак вот они начинают подъезжать уже к подъему сейчас будет скоро отметка о начале кома до чуть-чуть буквально медленнее они проехали этот участок совершенно не критично секунд 20 разница может быть будет пока не начали еще работать в гору здесь еще достаточно полога вот отметка о начале подъема и посмотрим как они будут включаться и будут ли насколько сильно будет ли сейчас попытка создать разрывы да похоже будет руб масса включая 6 ватт на килограмм и начинает топить прямо сходу да суровый начало подъема космический ватт в самом начале за 400 ватт для веса ильнур в районе 64 насколько я помню это больше 7 ну точнее 65 вот показывает 6 7 ватт на килограмм дару масса уходит вперед вместе с японцем дэшими и кем у нас сейчас мы будем смотреть уже дашими что мы о нем знаем а знаем о нем то что ему всего 14 лет и рост 161 сантиметр я не знаю правда это или нет но чтобы в 14 лет так развлекаться но думаю что это не очень частный райдер дашими так теперь инфы 28 лет 174 сантиметра достаточно давно ездит свифт накатал он у нас 20 тысяч километров зверьте не знаю думаю что такой резкий рывок все равно не очень правильным в самом начале горы хотя первые несколько участков горы они более крутые чем последующие то есть первые где-то примерно 10 отрезков до роб масса едет ровно за н хунгом то о чем я говорил он пытается использовать драфт чтобы ехать чуть-чуть экономить хотя бы чуть-чуть и нур тоже сидит молодец за кем-то как бы и спокойно работает гору айдар со своей группы словили 1 2 секунды где-то в районе от этой группы но сейчас это не показательно пока более плавное начало горы как мне кажется более правильной тактикой айдар закалим нас 24 года кстати говоря и рост у него 185 сантиметров если так случайно вы не в курсе были извести он накачал накатал не очень много всего 5000 километров но вот достижениях в реальных гонках можно говорить очень долго не говоря уже о том сколько можно делать это в рейнур а напоминающий момент такой здесь есть несколько участков при прохождении которых вы получаете буст то есть слева вверху кружочек которым вам дается некий буст и по прохождению вот это вот крылья этого стеклом участка вы получите 1 потом 2 вы получите при прохождении трактора там есть такой трактор на середине горы в районе 10 что ли участка по прохождении этого места вы тоже получите буст и по при прохождении уже по моему четвертого или третьего даже участка еще один айдар работает по своей схеме видимо 5 и 6 5 и 7 ватт на килограмм и чуть-чуть уже отстает конечно от эльнура но эльнур держится наоборот в группе и старается использовать драфт видимо руб масса везет этой группе всего одну секунду и не знаю пытается но судя по виду он не пытается дотянуться вот до этих двух ребят которые уехали чуть вперед н хук сейчас мы узнаем что некий хук из швейцарии 33 года 177 сантиметров рост вес в районе шестидесяти трех килограммов не очень много проехал в взвивте в районе 6000 километров айдар догнал ильнура сейчас они видимо вдвоем решили ехать или ильнур дразнит айдара тут одно из двух джей вилсон вот из крт кстати тоже с ними сидит и это на самом деле реально очень хороший райдер я говорю что давно его и много раз видел серьезных гонках он скрыл свои данные но судя по виду ему тоже сильно за 30 человеку и достаточно высокий ростом вес в районе шестидесяти пяти шестидесяти семи килограммов может быть чуть больше до эльнур с айдаром решили ехать в паре судя по всему масса кстати говоря так и не дотянулся до сих пор до этих двух ребят которые впереди но секунда 2 расстояния на их и не теряет но при этом и не догоняет так интересно где у нас паша ерыгин паша ерыгин едет примерно на 10 позиции в районе 12 десятой позиции едет в одиночку к сожалению но едет спокоен в районе 4 хват на килограмм где-то 4-5 с утяжелением в как крутые участки особенные видимо действительно страдает после вчерашнего заезда норсмана немного о туре дезвифт вообще в принципе он имеет 9 этапов это вот из них 6 и 1 по-настоящему горный этап следующий этап будет тоже гористый очень там будет два круга по уинсбургу с общим набором примерно как сейчас в районе тысячи метров по окончании этого этапа в фу пардон по окончании этого тура участники сидите заезда кто сумел их проехать получают вот такую форму которая сейчас на райдерах наших и есть общий зачет по этим гонкам естественно то есть вы можете проехав все девять этапа посмотреть свое местоположение в общем зачете руб масса соответственно как раз один из претендентов кстати говоря куда вот он один из претендентов на попадание в десятку в общем зачете точнее он сейчас на одиннадцатом месте находится но думаю что это временное сейчас мы точно узнаем на каком из места не находятся роба масса нет десятки по моему он один из этапов проехал спустя рукава что называется и поэтому а вот айдар гаскаре находится на 28 месте в общем зачете у нас туре свифта проигрывает лидеру в общем зачете сейчас скажу примерно в районе девяти минут лидером как зачет общего является филипп дыгнер и это достаточно известный райдер который принимает давно участие свист много участвовал в помощи проекту этому и вообще как бы очень серьезный гонец сам является тренером и серьезно подходит к своим тренировкам очень до ибрагимов захали на сайдаром то есть ильнур сайдаром не стараться не отпускать руб массу висят мне в двух секундах примерно вопрос том будет ли выход в исполнении рывок в конце этой горы ведь скоро сейчас в районе 20 километров в час и это реально дает ребятам немного сэкономится то есть имеется ввиду что за счет драфта когда вот ребята едут вдвоем в этом смысле массе конечно приходится вкладываться пусть там на 20-15 ватт больше но это те самые могут быть 15-20 ватт на которые потом его может не хватить в конце горы для завершающего рывка ребята вдвоем видите если вы обратите внимание даже на ватт килограммы тут очень сложно потому что есть микрорельеф с большими ингредиентами то есть вы едете 8 8 9 потом докрас там 13 12 появляется но в целом по динамике айдар ильнур едут чуть-чуть мне кажется медленнее в офис не медленнее а чуть-чуть на меньших хватах чем масса и они его тем не тем не менее догоняют а масса похоже решил их подождать все-таки такое ощущение вряд ли он прям сдох вот сейчас уже решил их подождать чтобы ехать вместе с ними интересно так ли это да ильнур пытается до него дотянулся и везет на колесе айдара пытается его вытянуть но айдар тяжело 185 пульс уже и конечно не просто для него вот кстати говоря он сейчас над ведь иконку над головой у райдера это значит что он включил пуст но этот бустом правда никак здесь не поможет ввиду того просто что это буст увеличивающий драфт когда вы едете за кем-то машинка так называемая то есть так как он едет в одиночку в гору никак это ему не поможет на 28 лет райдера напоминаю вот этому 174 рост и так по прикидкам примерно очень легкий в общем райдер времени там 50 с небольшим килограммов 54 может быть даже чуть меньше тем временем масса ильнур прошел массу и масса пытается за нему сидеть и даже айдар уже догоняет массу тоже они едут втроем теперь принципе если эта тройка сохранится в таком составе на какое-то время хотя бы они за счет драфта могут добрать и остальных ребят при этом не сильно вкладываясь нет ильнур видимо прям везет всех в гору совершенно сурово и да и он добирает и фараона и сейчас мы посмотрим кто это такой и фараон это 29 лет 165 сантиметров судя по ватт килограммом тоже в районе 54 55 какой-то японец но и китаец пардон да и ильнур проходит и его тоже и сейчас видимо ильнур пошел работать уже в соло просто поднял темп и встал на свои какие-то ваты которые ему максимально комфортны айдар фараон и масса видимо останутся в этой группе втроем и будут работать втроем если конечно ильнур не сжалится над ними и немного не подождет лучшее время кстати пока что на данный момент прохождение всего участка айдар переложился к ильнур отлично и даром масса выпадает посмотрите он уже словил три секунды и это похоже начало проигрыша на этой гонке для него впрочем как и и фараон тоже начинает отставать от братьев закальных 7 секунд теперь братьям до энн хуга человек из швейцарии 33 года 177 сантиметров рост но относительно давно катается в свисте и фараон тем временем пытается добрать братьев закаленных и похоже что ты мы сейчас удастся на выполаживание не чуть-чуть сбавили но относительно выполаживание конечно здесь в районе 6 процентов 7 8 где-то так то есть это не 10 и не 12 эльнур везет айдара видимо старается чтобы тот не выпадал и постепенно вдвоем кстати гали работая так они добирают энн хуга уже 6 секунд осталось он уже виден им на поворотах 5 секунд да слушайте очень грамотно работаю вдвоем это хорошо есть шансы потом добрать ее ву потом в конечном финальном рывке может быть как так но пока инфы и выглядит очень хорошо конечно а вообще он для 20000 проеханных километров в свисте набор у него 200000 и это говорит о том что он любитель подниматься в горы и собственно на фотографиях в его соцсетях я вот вижу сейчас он очень худой действительно и все фотографии на каких-то вершинах безумных тем временем три секунды братьям закаленным осталось до энн хуга и похоже что сейчас они скором времени его доберут и фараон пытается не выпадать и держится в секунде буквально там в 10-12 метрах от братьев ребята проехали уже 10 12 участков вот сейчас 13 доезжают останется им всего 9 что хотел сказать еще на тему общего времени прохождение этого этапа лучшее время пока 56 минут 20 секунд и было показано скажу кем это был не филипп дыгнер это был секунду это был паскаль калабрезе из команд велосити и показал он средние ваты на этот подъем 5 и 6 ватт на килограмм 5 и 7 ватт на килограмм нормализованные ваты у него были 5 9 на 20 минут при этом и пил лучшая пятиминутка 6 и 4 инфей сохраняет пока преимущество в районе 20 секунд над но уже можно считать что над группой братьев захаринах и энн хуком между ними две секунды уже осталось всего даже на 14 15 километрах если вы обратите внимание ильнур работает 5 и 8 5 и 9 ватт на килограмм айдар работает 5 и 6 5 и 7 за счет как раз драфта и тогда братья добирают энн хуга и проходит его скорее всего сейчас да не знаю я думаю что может быть они посидят вместе втроем для еще большего драфта не знаю но мне кажется что должны проходить причем желательно сделать просвет как бы резкий достаточно чтобы энн хук выпал из драфта от этих ребят и работал самостоятельно 25 секунд у них остается до инфы и инфы и инфы едет в районе 6 6 с небольшим ватт на килограмм практически постоянно редко сбрасывая на положение до 5 5 5 8 ильнур и айдар едут более стабильно без срывков без дергания но при этом тоже конечно в более серьезный градиент не на микро рельефе они прикладывают более большие ватты чтобы сохранять крейсерскую скорость группа из четверых теперь практически состоит и фараон постоянно выпадает но потом добирает на на каких-то крючках или наоборот на выполаживаниях 30 секунд до инфы какой-то космический совершенно темпу задал инфы при этом пульс у него все 173 как бы достаточно невысокого роста райдеры 28 лет такие показатели серьезно сейчас мы посмотрим что он представляет из себя на звезд пауэре звезд пауэр это для тех кто не в курсе это сайт не имеющий отношения к звифту но при этом его уважают гонщики звифта за очень корректные данные которые он отдает всегда и за фильтрацию всяких читеров и других каких-то некорректных вниз некорректным поведением людей так вот про фараона мы теперь точно знаем что он 55 килограмм и и фараон вот это точно знаем что он весит 55 килограмм фэй пока что не могу я найти в звезд пауэре чуть-чуть попозже может быть сейчас посмотрим что у нас происходит дальше да ребята фараон выпал и ребята работают втроем теперь ибрагимов энхук и закалин айдар новый брагимов я все время читаю ник на самом деле мы все помним что это под этим ником едет ильнур закалин очень надеюсь на рывок на последних отрезках у ильнура чтобы закрыть эти 30 секунд это было бы очень красиво айдар держится ему тяжело у айдара примерно сейчас ну как он говорил на эту гору в районе 5 6 5 7 ватт на килограмм это пока что его предел на данный момент у ильнур я сильно сомневаюсь что это его пределы думаю что он поедет пошустрее айдар тем тем временем зачем-то начинает дергать не знаю зачем пока что видимо может быть заставить попытаться поработать энхуга за ним знаю или они поменялись с братом и сейчас ильнур немного отдохнет и совершит как раз финальный рывок после этого небольшого отдыха но ребята прошли уже 16 отрезков им осталось всего 6 и эти 6 они уже не такие крутые как предыдущие ильнур немного начинает выпадать я даже не знаю что это может быть но да потихоньку видимо может быть отдыхает может быть экономится не знаю он даже не выпадает а скорее о да это был отдых действительно был отдых и вот его рвок просто сбрасывал немного закись и пошел на 6 ватт на килограмм сейчас узнаем удержится ли за ним остальные ребята айдар включается тоже энхук включается да это был просто передых инфей выдает какой-то космос я подозреваю что может быть станок ну конечно может быть и это все честно но 6 ватт на килограмм примерно у него средний получаются на весь этот подъем это очень сурово тройка чем временем все таки еще сохраняет свой состав и никто из них не выпал и фрауна стал уже на 25 секунд от них сейчас мы ненадолго буквально опустимся ниже посмотрим на массу масса проигрывает 47 секунд группе айдара и нура анека тоже едет в группе с вилсоном ребят мы знаем интересно где находится паша ероген до паши роген достаточно далеко опустился мы его не видим ближайшие двадцатки даже на масса остается сильнее сильнее но ребята два брата и продолжают ехать втроем немного работая работает впереди сейчас за айдар интересно на каком из отрезков будет рывок и будет ли он что если у них цель добрать инфея судя по времени на самом деле очень похоже на то что рекорд подъема точнее рекорд прохождение этого этой горы этого этапа тура без вифт сегодня может быть установлен хотя сложно сказать скорее это будет тогда инфея если ребята не ускориться за шесть минут два с половиной участка необходимо пройти инфею это половина третьего участка второй и 1 соответственно это в принципе вполне реально 37 секунд эта группа проигрывает это уже достаточно не просто будет выбрать если они собираются все-таки это делать и опустился и и и и и и и 39 секунд все растет и растет на самом деле разрыв между этой группы и инфеем вообще последней активности и сейчас посмотрим может быть что-то это нам скажет до последний раз он кстати выступал только на то есть он на общий зачет не идет и последний раз он выступал фонда в январе который был на фонда звезда очень давно не ездил в звезде не уверен насчет как бы его адекватности пока что не знаю к сожалению ребята подсказывают что хук похоже что находится сейчас на третьем месте тур дизвифт в общем зачете проверим сейчас это нет это не правда на третьем сейчас человек из финляндии аки фарм аки фарм не знаю как правильно произносится финские фамилии роб масса кстати на одиннадцатом месяце сейчас в общем зачете я был все-таки прав так вот включился у нас и ну и видимо все-таки попробует добрать инфея потому что он дал айдар и н хук чуть-чуть от него под отстают и но включился на 6 ватт на килограмм и не роняет 7 метров уже расстояние то есть драфта никакого нету ребят сзади от нура но мы видим вот просвет похоже ильнур пошел в атаку и до сокращается расстояние было 39 секунд уже 37 до инфея последние два похожи сегменты ильнур решил включиться всерьез что называется и до секунду он уже везет и дару и инху 36 секунд до сокращается расстояние однозначно закалим похоже нет все прави все нормально вдвоем они едут я думал за колено выпадает нет еще пока и дарья имел ввиду но судя по всему ильнур понимает что ему не добрать все-таки к сожалению инфея он просто делает просвет айдар кажется пытается переложиться к брату посмотрите и да он прокидывает инхуга и пытается переложиться к брату посмотрим чего стоил ему этот рывок теперь он сел на колесо к ильнур не уверен не уверен что его хватит в таком режиме до конца тем временем инхуку они кинули уже 4 секунды и до для инхуга 187 пульс видимо это все уже очень непросто тем временем инфей практически доехал уже осталось мы в районе 400 350 даже метров наверное до финиша айдар ильнур едут вдвоем ну да похоже они все-таки договорились изначально ехать вдвоем и это была атака с целью просто скинуть инхуга а потом айдар переложился к ильнуру инху не сдается кстати говоря пытается выбрать этот просвет но судя по пульсу 190 ему прям как крайне тяжело 5610 до 10 секунд смотрим до время лучшее время не будет похоже показано или будет все-таки нет на две-три секунды буквально инфей проиграл лучшему времени прохождение этого этапа на три секунды примерно 5620 было лучшее время показано сейчас 5623 он 2223 проехал так ну два брата финиширует видим интересно кто и финиширует первым из них будет на айда включается смотрите айда включается будет или реагировать ильнур до реагирует да и да включается прям серьезного полону перед выполаживанием посмотрим и инхук включается кстати говоря айдар ильнур решил не ловить похоже их да итак айдара поздравляем со вторым местом инхук третий ильнур будет четвертым судя по всему но напомню что в точные результаты вы можете посмотреть только на сайте звезд пауэр точка ком потому что фильтрация читеров потому что мы ничего не знаем вот об этом сейчас подождите вот об этом участнике я лично не знаю ничего может быть как говорят он вроде я его не нашел просто как говорили что он там на серьезных местах в общем зачете но не факт так 2 4 место айдара и ильнур а но при этом надо смотреть конечно конечные результаты спасибо всем что смотрели трансляцию надеюсь вам понравилось и я надеюсь что ильнуру и айдару тоже понравилось эльнур вроде как втянулся в звифт и судя по виду продолжает будет продолжать принимать участие в этих гонках разных и мы надеемся его увидеть еще не раз спасибо всем всем пока